Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать на наш канал! 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 друг другу во время работы. И никаких признаков недомогания? Может быть, он за живот держался? Он совершенно нормально выглядел. Ясно. Жаль. Очень, очень жаль юношу. Так, ну вот, кажется, здесь. Вот точно, вот за этим столом он сидел. Ну, раз в библиотеке яда обнаружена не было, очевидно, Богданов принес его с собой, так? Да, но зачем? Отравить кого-то хотел в библиотеке. Ну, мало ли. Может быть, я бы у него с собой натравить, он никого не собирался. А что он хотел? Утравить водопровод? Или как в старинного колодец? Кстати, я слышал, что здесь нашли какой-то колодец, Старин. Да, действительно. Недавно археологи нашли старинный колодец. Только не здесь, а у дома Пашкова. И без воды. И вообще никто не понимает, для чего он был нужен. То ли он был местом заключения, то ли подпором для фонтана. Ну и масса версий про подземные ходы. А вы специалист? Да, скорее любитель. Вообще сомневаюсь, что Богданов стал бы отравить колодец или водопровод. Ну, а пока наши эксперты исключают версию с Ипритом, давайте узнаем, кем был этот наш Богданов. КОНЕЦ Почему вы отвергаете возможность суицида? Ну, во-первых, на записях к видеонаблюдению не видно, чтобы он глотал яд. Мы, конечно, посмотрим и другие записи из читального зала. Ну, я не думаю, что он самоубийца. Не похож, да из чего бы. Как с чего? А что, если несчастная любовь? Он Мопассана читал, сразу видно. Романтическая натура. Как вы? Романтик. Я не настолько. А что, если он читал Флабера? Что, если он, как госпожа Бавария? Наглотался мушьяка и вперед в библиотеку, да? Не слишком изощренный способ покинуть этот мир. Ладно, Кость, вы не обижайтесь. Мы обязательно проверим все версии. Вот для нас сейчас главное понять, Богданов был отравлен намеренно или случайно. Мы будем надеяться на первый вариант. Почему? Разве он лучше? Ну, потому что, если парень оказался случайной жертвой, значит, будут и другие. Ой, наконец-то. Вы поднимайтесь, осматривайтесь. Я пока пойду поговорю вон с теми дам по поводу старожилов. Старожилы, как правило, не упомнят. Ну, гляди, что-то да упомнят. Он заслонит весь свет в нашем дворе. Мало того, все деревья срубят. Согласна, да? Спасибо. Да, конечно. Всего доброго. Добрый день. Гапитан Вяземская. Следственный комитет. Могу задать вам пару вопросов по поводу Виктора Богданова. Да, остановочка Спартанская. Да, весело. Значит, как-то так все вышло. Мальчик-то славный был. Такой, знаете, застенчивый. Продукты иногда привозил нам из магазина. А сколько раз мне лекарства из аптеки. А на чем? На машине или? Да нет, на велосипеде. Он целый день, как заводной, туда-сюда. Ой, глаза хребили. Да. А девушки у него не было? Не знаете? Ни разу не видела. Девушек сюда не водил. Он вообще был непутевый, неприспособленный. Да, это верно. Так, а может быть, друзья? Друзья у него были? Здесь, во всяком случае, не бывало. Да никто к нему не приходил. Да. Да. Понятно. Идем сюда. Он явно от голода умер. Тут же мышь повесилась. И хлебом единым. Да. Кефиром единым. Значит, говорите, двоечник был. Странно, у вас вроде в доме одни ученые живут. Вот только Богдановы, они не из наших. Но вы понимаете меня? Митю-то бабушка воспитывала. Милая женщина, но знаете, так немножечко от сахи. Работала в Академии наук, вот и квартиру тут получила. Значит, она была тоже ученым. Буфетчица она была. Вы знаете, тоже своего рода наука. Да. Даже искусство. Дочь у нее ребенка-то тогда родила. А потом с ухажером укатила. Ну и что можно было ожидать от Вити? В такой семье вырос. Еще какая-то жидкость. Познакомимся. Хорошо. Гардероб у покойного юноши весьма разнообразный. А зубная щетка... Одна. И она у меня в куличке. А вы не знаете, с кем еще я могу поговорить по поводу Виктора? Содорожным. Попробуйте. Василием. Он тоже в этом подъезде живет. Квартира шестнадцатая. Спасибо. Только Василий, он тоже не из наших. Да. Бухгалтером. Да. Дмитрий Геннадьевич, с гляньте-ка. Да. Похоже на следы яда. Что скажите? Я молодец? Да, молодец. А это талька. Вы же не можете утверждать на сто процентов. Костя, поверьте, это талька. Василий Адорожный? Да. Анастасия Вязинская, следственный комитет. Скажите, насколько близки вы были с Виктором Богдановым? С Витькой? Ой, с Витькой мы, ну, часто общаемся. Мы так, по-соседски. А вас связаны какие-то общие интересы? Да не, болтаем просто так. А то мы все. Скажите, может, в последнее время он рассказывал, у него были какие-то проблемы или неприятности? Не знаю. Да нет, ну, ну, может, на работе там начальник ему зарплату не платил. Витька все время жаловался на него, говорит, жмот. То есть, у них был конфликт? Нет, не знаю, не знаю. Может быть, он так за глаза его поносил, а напрямую и не ругался. Вы лучше у него самого спросите. Он работает в магазине спортивного питания. Вот. А что случилось-то? Дело в том, Василий, что ваш сосед скончался сегодня утром. Как скончался? Похоже на смерть в результате отравления. Да ладно. Такой молодой. Ну, отравиться можно в любом возрасте. А вы, случайно, не знаете адрес магазина? Да, это Винокурова 6. Я часто туда к нему заходил. Зачем? Вы же с соседей виделись часто. Батончики покупал. Энергетические. Протеиновые. Они там у них очень вкусные. Меня Витька сам на них и подсадил. Понятно. Спасибо. Вопросов больше нет. Подождите. Скажите, а он, он как отравился? Он что-то съел? Ну, пока не знаю. А чем? Выясняется. Почему вас это так интересует? Просто переживаю. Видели сегодня что-то? Ели вместе или пили? Нет. Нет. Сегодня вообще я его не видел. Ну, тогда беспокоиться вам не о чем. Всего доброго. Ну, что тут у нас? Очень странно. Судя по зубной щетке жил один, но в шкафу хранит мужские и женские вещи. Соседи тоже говорят, что девушки у него не было. А ваша девушка такое носит? Нет. Скорее, мама. Да? Даже моя мама такое не носит. Слишком старомодная. Возможно, вещи остались ему от бабушки? Вряд ли. Размер не тот. Загадка. Да. А знаете что, Константин? Пробейте родственников Богданова. Хорошо. Может, кто-то заезжал, интересовался квартирой в хорошем доме. Могло бы стать мотивом. Тогда я в отделении. А я в магазин, где он работал. Буду позже. Здравствуйте, капитан Вяземская, следственный комитет. По поводу Виктора Богданова. Да, мне уже сообщили. Хороший был парень. А вы не в курсе, был ли у него конфликт с кем-нибудь на работе? Да с кем? У нас тут всего два продавца, да я сам. Ну вот, вы, например, я знаю, что вы ему зарплату не платили. Чего это не платил? Ну, задерживал было пару раз. Ну, так это бизнес. Всякое бывает. Он вроде с пониманием относился. Понятно. Значит, с вами у него конфликта не было. Может быть, с кем-то из покупателей. Да вы чего? Ну, такой свой в доску парень был. А баяха такой. Значит, ни врагов, ни друзей у него не было, так? Ну, чего и друзей-то не было. Полно. Соседи сказали, что к нему в гости ни разу никто не приходил. А чего им дома сидеть? Они на великах гоняли. А где? Ну, вроде где-то в центре. В центре, да, в результате? Да, точнее не скажу. Они к нам-то и делали за протеином. Ну, то есть, спортивным питанием заглядывают. Витька разрекламировал. А сам, он употреблял какие-то препараты? Велосипедиста мышечную массу наращивать не надо. Поэтому так, по мелочи. Батончики протеиновые, напитки энергетические. При нем был найден один батончик. Это из вашего магазина? Да, наверняка. Они у нас популярны, лучше всего расходятся. Хотите? Ну, да, попробую. Но только после того, как экспертиза докажет, что они не опасны. Опасны. То есть, типа он батончиком отравился. Все может быть. Да, это бред. Это к пол района полегло, Боже. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но вы их лучше с прилавка пока уберите. До выяснения. Хотите меня без выручки оставить? Нет, скорее на свободе. Как я и предполагал, и прита нет. Слава тебе, Боже. Замечательно. А вскрытие? А вскрытие показало удивительные результаты. Ротовая полость и пищевод пострадавшего буквально сожжены каким-то едким веществом. Состав пока не определили. Ну, если ожог был внутри, значит, яд был едим. Есть и внешний ожог вот на подушечке указательного пальца. А ожог химический или термический? Это пока трудно сказать. Можно сказать сразу. Химический. Такие вы резвые. С чего вы взяли? Потому что он его получил, когда клал яд в рот. Костя, у вас есть жвачка? Да. Сколько пальчиков вам для этого потребовалось? Это ни о чем не говорит. Могу одним брать. Ну да. Если яд выжиг ему весь пищевод, значит, действовал быстро. Однако в дыхательных путях никаких следов обнаружено не было. Что в целом неплохо. Почему? Это говорит о том, что яд не распылялся. А что у нас с родственниками погибшего? Не поверите, но их нет. Наши квартиры отойдут государство. Нет, стоп. А как же мама, которая сбежала со своим позором? Пожалуйста. Мама умерла в Питере пять лет назад. А вернее, погибла от рук своего сожителя. Страдает алкоголизмом. Странный персонаж этот Богданов, да? Значит, родственников у него не было. Друзья все-таки были. Однако никто в гости к нему не заходил. А что у нас с контактами пробили? Да, пробили тоже ничего интересного. Длительных разговоров не было. Постоянных абонентов тоже. Тех, кого уже остановили. Так, вот это хозяин магазина. Ему нужно будет уделить особое внимание. А вот и сосед. Вася Бух. И тренер тоже здесь, с которым, видимо, он ездил в парк кататься на велосипеде. Тогда вы, Костя, займетесь тренером, а я пока посмотрю видео с читального зала. А что с последними вызовами? Проверяли? Ой, че, как ты? Где? Здравствуйте. Это Анастасия Вяземская, следственный комитет. Представьтесь, пожалуйста. Сом, а, Сомов Сергей. А, с Богдановым Виктором Андреевичем. Знакомы были? А как же он, мой друг. А, что случилось? Телефон у него украли, что ли? Об этом мы обязательно вам расскажем, но чуть позже. Вы могли бы подъехать в отделение? Нет, я полный. В смысле, настолько, что это мешает вам передвигаться по городу? Да нет, вы неправильно поняли. Я пиццу развожу, у меня еще пять адресов. Если задержу, мне таких наваляют. Понятно. А через сколько вы сможете освободиться? Ну, часа через два-три, не раньше. Адрес готовы записать? Да, записываю. Последний круг! Так вы говорите, у Богданова не было особо талантов. Да нет, не было. Он вроде крепкий такой. Ты бы так помотался, глядишь, тоже бы мышцы набрал. Благодарю за ценный совет. Богданов не метил в чемпионы. Еще как метил. На тур де франц собирался. Я ему говорю, куда тебе, пацан? У человека была мечта. О, мечтатель, упертый такой. Думал, ему для этого только денег не хватает. А деньги что? Их взял и заработал. А вот если данных нет, то... Скажите, а его могли устранить соперники? Кого? Богданова? Ну да. Убрать Богданова, чтобы победить в соревнованиях. Ну ты скажешь тоже. Он же только несколько раз по любителям выступал. Кому ему там нужно было убирать? Да и в профессиональном велоспорте такого беспредела не бывает. А когда вы видели его в последний раз? Да вот недавно, на прошлой неделе вроде заходил. Весь мозг мне вынес с этим новым байком приобрести. А ему это в карман? Ну он вроде должен был денег заработать. А он не точнял, где именно? Нет, да и меня, честно говоря, по барабану. Большое спасибо. Вы очень помогли. Ну так что, не надумал ко мне тренироваться? Ну давай, я из тебя человека быстро сделаю. Могу себе представить. Я подогнал. Работаем! Товарищ полковник, разрешите войти? Заходи давай. Так, ну что? Не еприт? Никак нет. Очень хорошо, садись. А то у меня телефон уже чуть не взорвался. Какие версии? Ну у нас пока ничего конкретного. Да, но нужно пробить все контакты погибшего. Их не так много, родственников у него не было, девушки тоже. Домой он никого не приводил. В общем, жил как шпион какой-то. Шпион. Сядь. Шпион. Не шпион, скорее наркокурьеры. Почему? Живут скрытно. Велосипед, опять же, в тему очень удобно. Товар развозить. Ну не все же велосипедисты, наркоторговцы. А у него, кстати, друг есть, так вот он пис разводит. Может, тоже как-то пробить его. Ну, на кокаин. Ты мне тут давай не ерничай. Богданов был отравлен, так? Так. И что? А то. Именно так в девяностые годы наркоторговцы расправлялись своими курьерами, которые проворовались. Травили? Именно. И причем убойной дозой. Той дряни, которую они своровали. Ну, Богданов не был отравлен наркотиками. У него же внутри все выжжено. Он как будто керосина выпил. Не знаю. Ну, может быть, у них героиня закончилась. Или жалко стало. На керосин перешли. Вы меня только за этим вызывали? Все? Я тут узнал случайно. Мафиоза твоего арестовали. Плешкова? Кто? ФСБ. Вот я же говорила. Значит, ФСБ давно его разрабатывала. А мой дядя, то есть полковник Егупов, говорит, что никакой группировки антикваров не существует. Странно. Ладно, с ним я разберусь. Все, ступай. Спасибо, Андрей Николаевич. До свидания. Ну, как? С тренером поговорили? Да. И? Богданов говорил, что у него должны были появиться деньги. Интересно, откуда? Маш, квартиру хотел продать? Вряд ли. Тогда к нему приходили покупатели. Никого не было. А что это у вас? Запись с камер в книжном зале? Да, но там ничего интересного. Не видно ни рук, не ел ли он что-то, если вообще ел. А вот есть кое-что поинтереснее. Вот это вы видели? Ну, а что тут особенного? Всю жизнь жил с бабушкой. Когда она умерла, начал тянуться к соседям. Стал для них как сын полка. Что-то по разговорам с соседями я этого не заметила. Не могу сказать, что они его полюбили, как внука родного. Так, дела доверяли, но особо близко не подпускали. Вообще-то да. А зачем он хоронил их фотографии? Вот это нам предстоит выяснить. А там в контактах один номер заблокированный. Это кто? Юля Вахт. Вахтерша какая? Сильно она ему докучала, раз он меня заблокировал. Думаете, верный след? Смотря где она была вахтершей. А что если на секретном предприятии? Что если в химической лаборатории? Что если именно она поставляла ему яд, от которого он умер? Гениально. Номер пробьете. Алло. Нет, мы не заказывали никакую пиццу. Владдашкин. Сомов? Добрый день. Капитан Вяземская. Очень приятно. По поводу Виктора Богданова. Вы же с ним дружили? Ну да, общались. Мы знаем, что в ближайшее время к нему должна была поступить крупная сумма денег. Скажите, вы владеете какой-то информацией об этом? Ну да. Мне Витек рассказывал, что им должны были деньги прийти. Но откуда молчал? Может это от того, что вы недостаточно близко дружили? Куда ближе-то? Мы с 10 лет за одной партой сидели. Со школы дружим. А вам не показалось это странным, что он не сказал, откуда должен был получить деньги? А что странного-то тут? Ну, пруху не хотел спугнуть или еще что? Серов потом бы мне все рассказал. Что ему скрывать-то? А что случилось-то? Скажите, вы точно не замечали чего-нибудь действительно странного от его поведения за последнее время? Так, походу, дело серьезное. Мне телефон посеял. Скажите, он ссорился с кем-то? Да он вообще мирный. Ну, там в школе пару раз дрался, а так... А он что, морду кому-то набил? А девушка у него была? Ну, были какие-то там девчонки, но чтобы прям девушка, нет, я бы знал. А кто такая Юля? Какая Юля? Вахтерша? Я понятия не имею. Я никаких вахтерш не знаю. А, Юлька-то, ну какая она вахтерша? Она гримерша в театре Вахтангова. В смысле, она там пару лет назад работала, а потом ушла в театр у Никитских ворот. Ну, прикольная такая, но Витёк с ней не гулял. Понятно. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Так вы мне расскажете или как? Да, конечно. Мой коллега вам сейчас все объяснит. Угу. Да, слушаю. Ну что, как там твой ужас-ужас? Не рассосался? Да более-менее разошлось, да. Значит, есть шанс поужинать? Тебе и завтрак, и ужин. Палец дашь, руку откусишь. Завтрак не считается. Ты сорвалась на работу? Я вообще-то и сейчас работаю, а кое-кто мне мешает. Да понял, отстал. Нет, подожди. Слушай, а может мы вместо ужина, ну, сходим там в театр, например. Достанешь билеты? Достану даже с луны. Отлично. Тогда созвонимся. Пока. У вас до глаза вспыхнули? В чем догадались? А, да это так пока. Просто версия. Рано говорить. Я пойду домой, а вы пока узнаете у экспертов, может удалось выяснить, что это за яд. До встречи. Моя дочь надела платье. Не из-под палки. Это событие войдет в учебники истории. Да. Просто сегодня у меня есть веский повод. Я иду в театр. Раньше ты ходила в театр в джинсах, несмотря на мои протесты. А с кем идешь? С пекарем? Так, мне показалось ли я сейчас в твоем голосе услышала нотки сарказма. Осталось только поджать губы и сказать, он не из наших. Хорошо, что ты обо мне думаешь. Я называю этого юношу-пекарем, лишь потому, что ты не удосужилась нас познакомить с ним, не говоря уже о том, чтобы сказать его имя. Мама, просто общаемся. Я не хочу спешить. Тебя так скоро придется знакомить с каждым напарником из МВД. Так, и что? Какая суда больше подходит? Обе хорошо. А когда ты начнешь выбирать цепочки для какого-нибудь напарника из МВД, не забудь, пожалуйста, его нам представить. Ладно, пойду без цепочек. Ну, конечно, правильно. Лучшие друзья девушек – это пистолет и служебное удостоверение. Ладно, я пошла. Пока. Лучше. Ты чего? Вставай. Я ничего такого не делаю. А вот ты, Настя, своей красотой нарушаешь общественный порядок. Да? Так ведь у вас в полиции формулируют. Мне кажется, это ты, Лёш, нарушаешь порядок. С клумб цветы срывать. С тобой лишь никакого театра не нужно, да? Ты сам в душе артист. Почему? Почему же только в душе? Я вообще и к работе творческой тоже отношусь. Ты тоже? Ну, конечно. У нас вообще на работе такие артисты впадают, что тут без творческого подхода никак. Опять ты о своей бандите? Давай лучше, как всегда, лекции о Москве. Давай. Я вот, например, знаю, что тут Пушкин венчался. Да, в храме Вознесения Господня. А еще здесь жили Блок, Лермонтов, вдова Булгакова. А у Алексея Толстого здесь в 80-х квартиру ограбили. Ага. Достаточно для лекции? Ну, если вспомнишь еще что-нибудь, можешь рассказать? Да, мне кажется, пока что достаточно. А то уже слишком. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вас помню. Я вас рисовал шесть лет назад. Меня? Нет, извините. Вы, наверное, что-то перепутали. Я бы запомнила. Ну, как же, у меня фотографическая память. Только вы были с другим молодым человеком. Я его видел, кстати, два дня назад. Нет, нет, это... этого не может быть. Извините. Настя! Настя! Подождите. Прости, я сама не понимаю, что в меня нашло. Понимаю. Бывает. С кем-то встречалась, кого-то любила. А старик тебе об этом напомнил. Да. Наверное, плохо расстались. Да, не очень. Он умер. Прости. Ничего, я давно пытаюсь об этом забыть. Старик явно с приветом. Что-то напутал. Да, да, точно. Конечно. Просто, ну, настроение испортилось. Зато теперь мне действительно нужно отвлечься. Может, пойдем? Там уже начало скоро. Что-то ищешь? Нет. Ничего. А, э-э-э, можешь пока взять программку? Я сейчас быстро, ладно? Да. Сейчас. Идешь. Добрый день. Здравствуйте. Это Антон Вязинская, следственный комитет. Представьтесь, пожалуйста. Юлия Выхина. Очень приятно, Юлия. Мне нужно будет задать вам пару вопросов. Скажите, вы были знакомы с Виктором Андреевичем Богдановым? Нет. Извините, я… Да, конечно. Юля, отпираться бесполезно. Я в курсе, что вы были знакомы не только с Виктором, но и с его другом Сомовым. Который нам это уже подтвердил. Скажите, почему Богданов заблокировал ваш номер? Заблокировал он, ну что? Я ему звонила, думала, уехал куда. Вы часто ему звонили? Угрожали? Вот еще. Он мне денег должен. Я звонила спросить, когда отдаст. Должен за что? Да так, я одолжила ему. Может быть, гримни ему делали? По фотографиям. Вот ты где. А это кто? А это… Это вот коллега мой. Знакомьтесь, Алексей. Знакомьтесь, Юлия. Юлия. Юлия, может, хватит юлить? А то пойдете как соучастница убийства. Какого убийства? Витя кого-то убил? Нет, Юлия. Убили Витю. Как? Вот так. Скажите, вы знали, чем занимался Богданов? Я… я клянусь, я не… я понятия не имею. Я ему просто делала грим несколько раз. Ну, что тут такого? А вы считаете, ничего? А вы не думали, что он в этом гриме мог совершить действия криминального характера? Вы не спрашивали его ни о чем? Ну, он не захотел рассказывать ее. Он денег мне обещал. Ну, прилично. Ладно, вы не переживайте так. Если будете сотрудничать со следствием, то вам ничего не грозит. Да, буду. Скажите, он просил делать только грим пожилых людей? Да. Вот этих? Угу. Эти фотографии он мне и показывал. Ясно. Вот, зараза, ради денег на все готов. Что, если он в вашем гриме банк ограбил? Или, может, человека убил? Здрасте. Привет. Удалось определить вещество, от которого умер Богданов? Белый фосфор. Точно? Да вот, точнее не бывает. Первое свежее, чтобы человек отравили белым фосфором. Да в самом шоке, как говорится. Поэтому так долго определяли? И поэтому тоже сначала думали, что это мышьяк. А запах чеснока и у него, и у белого фосфора. Где он его взял? Удивительно. Не то слово. Больше его нигде нет. Ни в вещах покойничка, ни в его доме, ни в этой протеиновой дряни из его магазина. То есть батончики чистые? Как слеза. Да, Настасья Сергеевна. Костя, есть новые вводные. Нужно срочно проверить все микрофинансовые организации в районе Никитских ворот. Это который кредит за час? Да, что-то вроде. И схожие. А что искать? Есть подозрение, что Богданов брал кредит на имя своих соседей. Ого. Да, он граммировался под них и доступ к паспортам тоже имел, когда он им продукты заносил. Хорошо, уже еду. Подождите, а что с результатами экспертизы? Отравление белым фосфором. Но все образцы, которые мы брали, чистые. Это точно? Да, сто процентов. И из магазина, и из квартиры. Хорошо. Тогда до завтра. В юношу погиб артист. И все из-за каких-то паршивых кредитов. И никогда больше не вмешивайся, если я работаю. Это же не шутки. Какие шутки? Твоя работа превыше всего. Ты ведь позвала меня в театр только потому, что тебе это по работе нужно, да? Вообще-то у меня есть разрешение. Я могу пройти когда угодно и куда угодно. Тогда я совсем не понимаю, зачем тебе я нужен? Ну как, чтобы совместить приятное с полезным. Это, между прочим, приятное. А что у нас сегодня дают? Вот, видишь, тебе даже это не особо интересно. Понятно? Не дуйся, я правда хотела пойти в театр с тобой, честно. Верю. Тебе даже Станиславский бы поверил. Признайся, я ведь помог следствию. Хорошо сыграл. Плохого полицейского. Да, идеально. Мы вообще-то оба играли, плохих полицейских. Поэтому в следующий раз лучше воздержись, ладно? Ну, ладно. Да оставьте ее в покое. Я просто хотела узнать, как спектакль. Если бы она хотела рассказать, она бы там зашла, рассказала. Не надо ее дергать. А вдруг постановка не понравилась? Будем надеяться. Хуже, если не понравился кавалер. А ты зачем у Лени спрашивал, какое дело она сейчас ведет? Я просто хотел быть в курсе. Так вот, на всякий случай. А Ленька твой трепло. Сергей, вот что за тайна от меня, скажи на милости. Я же вижу, что ты сам за нее боишься. Это я от тебя заразился. Чего бояться-то? Ничего. Тем более, он брат твой. Говорит, Настя больше туда не лезет. Да, вот слава богу. Хотя мой брат может и врать. Правильно. Потому что Ленька трепло. Это да. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА